Но мы делали акцент не на то, чтобы отделять, создавать еще больше пробел между мужчинами и женщинами. Даже когда мы ездили по нескольким селам, нам помогали в этом и мужчины тоже. И когда я объяснила, что встреча фактически направлена на беседу с женщинами, мужчины пожелали остаться на этой встрече и принять участие. И, конечно же, они всецело поддерживали двустороннюю представленность и мужчин, и женщин, как в обществе, так и в политике. То есть, пусть это даже несколько маленькое количество людей в селах, но мы как бы цепляемся за вот этих вот наших потенциальных людей, которые могут повлиять на развитие в дальнейшем, знаете, вот одноправовую представленность в обществе политики мужчин и женщин. Да, в этих группах были лидеры женщины. Вы знаете, мы их не создавали, мы их всего лишь выявляли. Выявляли именно в тех случаях, когда они фактически на каких-нибудь мероприятиях принимали участие, причем с собственной инициативой. Их тогда никто не знал и никто не приглашал. Они каким-то образом узнавали, что какое-то мероприятие, допустим, направлено на обсуждение сельских проблем, определенных сельских проблем с представителями органов местного самоуправления. И они самостоятельно туда приезжали. Конечно же, как только мы их видели на этих встречах, как только мы их слышали на этих встречах, мы тут же к ним обращались, и они с удовольствием принимали наши предложения и с удовольствием принимали нас у себя в селах, у себя в домах и рассказывали нам о своих сельских проблемах и своих женских проблемах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Это говорит о том, что мы еще долго будем ждать того, что женщина будет представлена в политике. В обществе она представлена, но для того, чтобы она была представлена в политике, надо, чтобы и местные государственные структуры на местном уровне активировали государственную программу, в полном смысле этого слова масштабно активировали. И плюс еще, чтобы за этим следили, конечно же, центральные государственные органы, центральные государственные структуры. И, естественно, когда мы будем уже подавать свои отчеты международным сообществам, в этом случае, я имею в виду, мы это общественная организация, мы обязательно будем указывать на то, что на местном уровне политика, государственная политика в направлении гендерного равноправия, в направлении участия женщины в обществе и политике не осуществляется добросовестно на местном уровне. То есть я вижу решение этого вопроса именно непосредственным участием самих государственных структур. Конечно же, мы общественные организации тоже должны делать очень многое, но мы с вами уже достаточно сделали для того, чтобы поднять вопрос в этом проекте, поднять вопрос участия женщин в политике. С точки зрения Марниульского муниципалитета. Все дело в том, что совсем несколько дней тому назад по нашей собственной инициативе, я имею в виду инициативу общественных организаций, конечно же, мы стрелку сделали от нашего проекта на то, чтобы направить очень большое внимание на работу средств массовой информации. Все дело в том, что в муниципалитете на данном этапе, я просто некоторую информацию вам дам, на данном этапе из средств массовой информации единственным телеканалом, который до сегодняшнего дня вещал и на азербайджанском языке, так как языковой барьер, еще раз учитываю, языковой барьер у нас все еще существует, вещал на азербайджанском языке и новостные программы, и аналитические, и образовательные программы. Это было Марниули-ТВ. На сегодняшний день у этого телевидения нет волны. И Марниули фактически, население Марниули страдает от того, что не получает своевременную нужную информацию, которая происходит хотя бы внутри нашего муниципалитета. Что касается печатного СМИ. Печатные СМИ у нас газеты, которые фактически выпускаются в рамках проекта, не продаются, и если останавливается финансирование этих газет, то фактически газета не существует. Но сама газета несет характер всего лишь информационный, не новостной. В лучшем случае эти газеты выпускаются два-три раза в месяц. Но даже за последнее время, я говорю последние полгода, три раза в месяц у нас газеты не выпускаются. То есть у нас фактически в муниципалитете на сегодняшний день мы находимся в информационной блокаде. Если у кого-нибудь есть параболические антенны, и они могут улавливать информацию от каких-нибудь других новостных агентств других стран, то, конечно же, о чем-то происходящем в нашей стране они имеют информацию. Но давайте посмотрим это еще с другой стороны. Ведь информация из другой страны, она может не совсем правильно передавать идущие процессы в нашей стране. То есть нам необходимо развить до такой степени средства массовой информации, чтобы наши граждане получали нашу внутреннюю правильную информацию, причем своевременно. Чтобы эта информация не носила исторический характер, а хотя бы носила, если не новостной, то свежий информационный характер. Продолжение следует... Вы должны поддерживать женщин в их инициативах. Надо создавать возможности, чтобы они проявляли себя и возможности реализации, потому что у женщин очень много большого потенциала. И там очень много примеров во всем мире, когда принятие женщин имеет положительные и очень большие результаты. Это как со стороны государства, чтобы ввелись такие программы поддержки, так и со стороны неправительного сектора, который бы создавал бы, покрывал бы те программы, которые государство не может осуществить. Это образование, именно не официальное образование, а приобретать какие-то определенные навыки, помощь и так далее. И со своей стороны женщины тоже должны работать над собой, они тоже должны стремиться к тому, чтобы содействовать своему обществу, содействовать решению проблем в самом обществе и быть нужным обществу. Не только в маленькой, изолироваться в маленькой своей семье, у плиты, а именно считать, что эта женщина должна, им нужно, чтобы она играла роль в своем обществе и помогала. То есть должны объединиться все вместе и проявлять самое лучшее и внедрять самое лучшее, что возможно. Продолжение следует...